Приветствую вас на стенде российских издательств. Значительная часть книг, которая здесь представлена, составляет российская историческая литература, которая направлена сюда разными издательствами, но объединяет ее в одно. Это книги об истории России, об истории Советского Союза. Научная литература, научно-популярная. На стенде она представлена, лучше всего ходить с вами посмотреть, но я, может быть, буквально на несколько хотел бы обратить внимание. Вот книга «Оборонно-промощенный комплекс Советского Союза в годы Великой Отечественной войны». Это публикация документов, публикация архивных документов из Российского государственного архива экономики. Сделана попытка на основании документальных источников проследить, как перестраивалась экономика Советского Союза в самые страшные годы. В годы Великой Отечественной войны в ее начале. Мы как раз вчера говорили с коллегами в Военно-историческом музее о том, что Казахстан, по сути, в советское время, в годы войны, явился мощнейшим промышленным центром, стал мощнейшим промышленным центром. Вот есть в России такой статус, у ряда городов недавно появился, город трудовой доблести. Это звание присваивается городу, который внес особый вклад в победу, в обеспечение фронта, и не только фронта, в обеспечение страны промышленными товарами. Там, где формировались в результате эвакуации новые предприятия. Там, где люди, оставшиеся старики, женщины, дети, круглосуточно работали для того, чтобы внести свой вклад в победу. Так вот, Казахстан, Казахстан, мне кажется, можно целиком назвать республикой трудовой доблести в годы Великой Отечественной войны. И целый ряд, целый ряд городов, крупных городов Казахстана до сих пор сохраняют свое значение, как крупнейшие промышленные центры формируют экономическое лицо нынешнего Казахстана. В результате тех героических усилий казахского народа и всего советского народа по перестройке промышленности здесь. Это книга, естественно, про оборонный промышленный комплекс всего Советского Союза, но я вот просто обратил бы внимание на записку по посещению хозяйственным итогам 1941 года по разным регионам СССР. И вот Казахская СССР, про 1941 год, истекший хозяйственный год внес в экономику Казахстана ряд весьма существенных изменений, заключающихся в росте производства продукции в решающих отраслях и новой структуре промышленного производства, вызванной главным образом эвакуацию в республику новых предприятий. Здесь вот есть статистика, фактически за полгода после начала войны, а эвакуация началась уже ближе к осени, в конце лета, значит, и при этом выплавка черновой меди с 1941 года к 1940 году плюс 24%, производство свинца плюс 20%, добыча каменного угля плюс 18%, добыча нефти 23%, новая отрасль производства, струкостроение, электротехническая и судостроительная промышленность, расширяется легкая текстильная, пищевая, мясомолочная и рыбная промышленность. На первую очередь...